Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на портале exeget.ru и сейчас мы с вами разберем мессианские отрывки 117 псалма. Этот псалом хвалительный, он прославляет Господа. Для нас интересно несколько отрывков, которые потом цитируются в Новом Завете. Давайте их прочитаем в синодальном переводе, разберем и посмотрим, как они связаны с Новым Заветом. Камень, который отвергли строители, садился головой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Сей день сотарил Господь, возрадуемся и возвеселимся воны. О Господи, спаси же, о Господи, спасвеши же, благословен грядущий во имя Господне. Давайте здесь разбираться. Значит, скорее всего, здесь описывается какой-то праздник, связанный с жертвоприношением, потому что там в последующих стихах говорится о связывании с жертвой. Мы можем только предполагать, что это за праздник был, потому что практически все праздники, которые совершали евреи, которые описаны в Ветхом Завете, они были связаны с храмом. Камень, который здесь говорится, это, скорее всего, та скала, который символизирует истинную веру. То есть, люди отвергали, но вера в истинного Бога важнее и сильнее всех. Однако этот отрывок, вернее, отрывки из этого псалма цитируются в Новом Завете, и им дается такая интерпретация, которая прилагается Господу. Камень, который отвергли строители, садился головой угла. Значит, камень – это Христос. Строители – это руководители еврейского народа, которые отвергли Христа. Сделался головой угла, сделался основанием. Здесь очень интересно, в Новом Завете Христос как камень очень интересно интерпретируется. Значит, есть здание, которое является храмом. Этот храм – это церковь. Верующие – это такие камни, которые строят этот храм. Но этот храм стоит на твердом основании. Какое это основание? Это Христос. И вот мы такие духовные камни, которые возводят это здание, здание храма, в котором обитает Святой Дух. Значит, его отвергли иудеи, но он сделался с главным основанием, на котором зиждется церковь. Вот как понимать, что Христос как камень? Здесь можно поразмышлять над таким достаточно спорным местом Евангелия. Почему спорным? Потому что между православными и католиками нет единства. Это исповедание Петра, где Христос говорит о Петре. «Ты камень, и на камне сем я созиджу церковь свою». Для западных богословов камень – это Петр, и, соответственно, Петре основывается церковь. Для восточных экзегетов, вот это камень, о котором речь идет, здесь Христос использует игру слов «Петр, кифа или кефа, ты камень, но твоя вера – это и есть тот камень, на который будет построена церковь». То есть, не на Петре строится церковь, а на вере Петра, такой каменной вере. То есть, когда мы говорим «церковь построена на Христе», мы имеем в виду на веру во Христа. Поэтому камень Христос, вера во Христа, она была отвергнута, но она сделана с основанием. 24 стих «Сей день сотворил Господь, возрадуемся, возрадуемся, возрадуемся вон». Для нас это, конечно же, указание на Пасху, на воскресенье Христово нам. Мы радуемся в этот день. Почему? Потому что Господь в этот день спас нам, о чем говорится в следующем стихе. «Благословен грядущий во имя Господня». Здесь есть разные возможности интерпретировать «благословен грядущий во имя Господня». Это может быть как тот, кто выходит из храма и несет благословение. Тогда это священие, которое благословляет народ. Либо это царь, который тоже выходит из храма, потому что он участвовал в богослужении. Но в Новом Завете эти слова прилагаются ко Христу. Христос грядет во имя Господня, то есть он мессия, и идет исполнить дело Божие. Вот несколько отрывков, которые в Ветхом Завете имеют немножечко одно значение, буквально, если в Новом Завете они уже прилагаются ко Христу. Мы разобрали эти несколько отрывков мессианских. Я бы хотел еще обратить внимание на один отрывок, который находится в 17 стихе. Он не совсем мессианский, но связан с Новым Заветом, даже не только с Новым Заветом, а с окончанием человеческой истории. Это 17 стих. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Если обратиться к христианской экзегезе этого отрывка, то они не понимаются, как обычно, можно прочитать буквально. То есть автор Псалма говорит «Я не умру, я буду жить и буду прославлять Господа. Меня Господь накажет, но все-таки не до смерти». Христианские экзегеты обычно говорят так «Не умру, не умру окончательно, то есть я не исчезну. Вторая смерть мне не будет страшна. Я воскресну, буду жить для того, чтобы прославлять Господа». Вот такой отрывок. И эти слова мы можем приложить к каждому из нас. И дай Бог, чтобы это исполнилось, что если даже мы умрем, мы воскреснем и будем прославлять Господа, то есть будем вместе с Богом. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на портале экзегет.ру. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.